Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами упражнение 144 из Галицинского на тему предлоги. И здесь нам предлагают вставить предлоги on, in или into. На первый взгляд задание более чем лёгкое. Чё тут такого, подумаешь. On – это всегда у нас на. On – это на. In – это в. Насколько мы все знаем. А что такое into? Into – тоже переводится в. Но проблема в том, что in – в. Это когда у меня вот что-то в чём-то находится. Это будет in. А когда у меня движение куда-то, допустим, вот такой вариант, вот это вот дело движется вот сюда, то это into. То есть движение в середину – это into. А нахождение внутри чего-то – это in. Кроме того, автор здесь говорит о том, что on – предлог. Если вы имеете сборник Галицинского, перед 144 упражнением там есть куча теории. И он получается, что тоже обозначает, по сути, две вещи. On – это может быть на, нахождение на чём-то. То есть вот на столе там находится мячик. Это на. И в то же время это движение на. Движение на. То есть, если, допустим, у меня стол, и вот мячик у меня кладут на стол. Положи на стол там чего-то. Это тоже будет на. На самом деле всё немножко не так. По сути, он – это на. И он может быть также движением на, но кроме этого может быть ещё предлог on to. Если вы когда-нибудь, где-нибудь встретите вот такую вещь, не удивляйтесь. Употребляйтесь. Это нормально. И нет в этом ничего странного. On to – это движение на что-то, и он равняется он. Другой вопрос, что on to не все употребляют. Многие люди не знают о его существовании, а англоговорящие люди употребляют, но не всегда. Ну, наверное, в зависимости от ситуации или от настроения, или как бы то ни было, он всё-таки короче, поэтому он вроде бы и удобнее. Итак, посмотрим, что мы имеем. Where is the book? It is on the table. Я предполагаю, что здесь будет on, и я его здесь ставлю. Где книга? На столе. Where is the tea? It is in the cup. Где чай? Он где? В чашке. Здесь явное in. Далее. Put the plates on the table. Поставь тарелки на стол. Я думаю, что здесь on. Здесь могло быть on to, но on to не предполагается у нашим условиям. Далее. Basing in the lake, they often jumped into the water. Ага. Вот здесь уже интересно. Итак, четвёртое. Что мы здесь имеем? Здесь у нас in. Плавая в озере. Здесь у нас in. Так, сейчас я возьму свой свет. In the lake, they often jumped into the water. Плавая в озере, купаясь в озере. То есть, они находились в озере. При этом они часто прыгали в воду. А вот прыжок в воду – это движение в. Поэтому здесь будет into. Далее. There is a beautiful picture on the wall. На стене. On the wall. Далее. Что у меня далее? Далее у меня she went into the room. Здесь явное движение по направлению. Поэтому я здесь ставлю into. Едем дальше. I like to sit on the sofa in my room. Ага. Значит, здесь у меня будет на диване. Я люблю сидеть на диване в моей комнате. То есть, нахождение, никаких движений нет. Далее. Mother is cooking dinner in the kitchen. На кухне. Мы говорим, кстати, на кухне. Они говорят в кухне. Далее. She went into the room and sat down on the sofa. She went into the room. Здесь у меня движение в комнату. Она вошла в комнату и села на диван. А он у нас будет он. Все равно как движение или не движение. Далее. There are many people in the park today. Здесь у нас in просто. Много людей в парке сегодня. Едем дальше. Спускаемся ниже. Далее. There is a girl standing on the bridge. On the bridge. Здесь у нас он. На мосту стоящая девушка. Едем дальше. Дальше у нас. Что у нас тут дальше? Why is she crying? Так. Где же пробел это? Странно. Чего-то пробелов нет. Crying. She has dropped her doll into the water. Ага. Вот здесь into у нас. Она уронила куклу в воду. Into. Кукла двигалась по направлению в воду. Далее. There is no tea in my cup. Здесь in. В моей чашке нету чая. Pour some tea into my cup. Налей чаю мне в чашку. Вот такая вот картина. Далее. Четырнадцатая. Put these flowers on the windowsill. Поставь цветы на подоконник. On the windowsill. Далее. There are so many people on the platform waiting for the train. Здесь on the platform. Я видела много людей на перроне, ожидающих поезда. We went into the garden and sat down on a bench. Почти то же самое, что вошла в комнату. Точно так же и здесь. Мы вошли в сад и сели на лавочку. Went into the garden. Into the garden. And sat on the bench. И сели на лавочку. Далее. The teacher hung a picture on the blackboard. На доске повесил картинку. Далее. Далее у нас... The teacher... Ага, sorry, я не туда смотрю. I opened the door and went into the classroom. Я открыла дверь и вошла в класс. Здесь будет into. Движение по направлению в середину. The teacher was writing some words on the blackboard. Учительница писала на доске какие-то там слова. The people were writing these words in their exercise books. И вот здесь меня гложет сомнение. Даже не знаю, как мне лучше сказать. Я думаю, что здесь... In their exercise books. Я не уверена, что здесь in. Хотя... Хотя... In their... Да, пожалуй, здесь in. Здесь не into. Здесь in. In their exercise books. Я все-таки думаю, что здесь in. Далее. There were some books and pens on the teacher's table. Ну, здесь и все ясно. Здесь все просто. On the teacher's table. Далее. There were two maps on the wall. Значит, дети писали в тетрадях. Несколько книжек и ручек лежали у учителя на столе. На подоконниках было две карты и несколько цветочков. Ага. Нет, не так. На стене, прошу прощения, на стене было две карты, а на подоконниках было несколько цветочков. Я забываю переводить предложение. Sorry. I saw a pen on the floor. Я увидела ручку на полу. I picked it up and put it on the table. Я подняла ее и положила на стол. Здесь будет тоже на. On the table. Далее. He put his wallet, чего-то там, and inside pocket of his coat. And inside pocket... Ага. Inside pocket of his coat. Он положил бумажник во внутренний карман куртки. Ага. Вот здесь уже у нас движение в середину, поэтому здесь будет into. Into. Далее. Слиппинг his hand. His shirt pocket. He felt for his car keys. Скользнув рукой в карман рубашки, он нащупал ключи от машины. Здесь опять же into, поскольку скользнув рукой куда-то по направлению. Далее идем. Then he got in his car and drove off. Вот здесь у меня, честно говоря, меня гложет сомнение. Я думаю, что здесь into his car. Хотя, хотя, если вы поставите in, это тоже не будет ошибкой. Но я поставлю into. Если следовать логике упражнения, то здесь должно быть into. Он забрался в машину. Это движение вовнутрь куда-то. Поэтому здесь into. Вот такое интересное упражнение. Оно вроде бы легенькое, но тем не менее, возможно, для кого-то оно будет хоть в какой-то мере полезно. Пишите комментарии, если у вас есть вопросы. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.